Так, ну что ж, коллеги, давайте начинаем. Ну что ж, рад представить вашему вниманию вебинар, посвященный Big Data, управлению большими данными на платформе облачной от Microsoft Azure. Соответственно, посмотрим, какие сервисы нам с этого Azure и что мы с ними можем с вами сотворить. Ну и традиционно дам обзор курсов, обзор обучения, обзор сертификатов от Microsoft, что вы получите, какие знания на курсе, чем будем заниматься, если вдруг со зрителями прийти. Меня зовут Соколов Михаил, соответственно, являюсь и штатным преподавателем Центра Специалист, и также являюсь архитектором. В основном занимаюсь гетерогенными решениями и майкрософтовскими, в частности в Azure и линуксовыми решениями, поскольку являюсь традиционно администратором и затем архитектором гетерогенных сетей, гетерогенных систем, начинал изначально с Unix, ну и традиционно потом постепенно расширил свои знания в области и Microsoft, и изначально лет, наверное, так два, начал свою карьеру как администратор, гетерогенных сетей, ну, изначально, придя из разработки. Ну, все звания, которые, в принципе, а так и иначе сводятся к администрированию, сейчас на самом деле линейка сертификации Microsoft пополняется. В конце года часть экзаменов еще была недоступна была в убытке, сейчас постепенно становятся доступными в виде уже полнофункциональных. То, что на момент последнего маржа-броска обновления своих статусов, получения новых, я сделал в конце года, видно на слайде. Соответственно, это МССИ, Солюшн Асоши, это МССИ, Солюшн Эксперт, и новая линейка курсов сейчас представлена, и, соответственно, экзаменов серии AZ, как бы намекает на азурную природу того контента, который рассматривается в курсе, соответственно, в экзаменах. Чуть позже, еще по линейке обучения и экзаменации мы с вами поговорим. Ну, а, собственно, тема сегодняшнего вебинара – это Big Data. Big Data, как их хранить, что нам предлагают в качестве полнофункциональных хранилок, и какие средства для их обработки существуют, что нам дает, в первую очередь, конечно, предметная область – это платформа Azure. Ну, собственно, данные. Данные бывают разные, да, и с некоторых пор принят термин Big Data, то, что он из себя представляет, уже неоднократно, наверное, говорилось и обсуждалось. Ну, мы с вами поговорим о том, какие вообще, говорят, данные бывают, как их хранить, как обрабатывать. В общем случае, эти два вопроса зависят от того, что вы с этими данными хотите в конце сделать, что вы от них хотите получить. То есть, зависит от поставленной задачи. Традиционно мы привыкли при работе с большими объемами данных к их структурированности, к сохранению их и размещению их в системах управления базами данных, то же самое SQL-сервер, вариации на тему MySQL, MoralDB, как fork MySQL, PostgreSQL, темный SQL, да, как один из таких фундаментальных стандартизированных языков запросов, Stactored Query Language, структурированный язык запросов SQL, и куча диалектов, куча всяких реализаций, построенных на базе этого языка, и по сей день, кстати говоря, делаются, мы с вами имеем, ну, то же самое Oracle, с их PL SQL. Ну, это хорошо, когда нам нужны запросы, предсказуемые, под которые мы можем структурировать должным образом базу данных и, в общем-то, хранить эти самые данные в виде реализационной базы данных. А вот если нужны спонтанные, гибкие запросы, то проще всего хранить данные не структурированно. Иначе для каждого нового запроса вам необходимо строить новый дизайн базы данных, новый, оптимизированный под конкретные задачи, под конкретные запросы структуры. Ну, обычные базы данных, они, как известно, нацелены на извлечение максимальной производительности, максимального отклика системы в рамках пограничных, фиксированных, в ряде случаев вашим бюджетом, вычислительных ресурсов. То есть, основная проблема, одна из основных проблем – это масштабированность и заточенность под определенные паттерны работы в плане запросов. В плане масштабированности, базами данных не все так замечает нам обстоит. И, как правило, мы их можем масштабировать до появления узкого места в хранилке, в системе хранения данных, пока не упремся. Ну, казалось бы, а что мешает нам масштабировать, скажем, горизонтально? Ну, тут тоже существует некий порог, после которого уплетесь, и станет проще написать новую структуру, чем добавлять какие-то аппаратные ресурсы. Ну, в общем случае, если все это резюмировать, структурированные и хорошо секционированные базы данных, хорошо построенные архитектуры, они хороши для быстрых запросов. Для сложных разовых запросов или непредсказуемых, что называется, ад-хок, спонтанных, наверное, подойдет хранение данных в виде некой неструктурированной массы. Ну, собственно, специфика задач, которые охватывают big data, понятие big data, собственно, смежное с ней направление, использующее big data в качестве data-тира, в качестве такого пласта, над чем работать, это задача машинного обучения или matching learning. Ну, специфика сводится к тому, что необходима оптимизация данных, поэтому, когда мы накапливаем где-то данные, ну, основные два источника у нас поступления big data, это либо какая-то раздувающаяся хранилка, где они пассивно лежат, копятся, копятся за какие-то периоды времени, и мы начинаем красивое слово применять майнинг, да, но не криптомайнинг, да, а дейтамайнинг, добыча именно той информации, которая нам для решения поставленной задачи будет полезна, то есть еще такой термин полезности или ценности добываемых данных. То есть мы говорим о достаточно комплексном этапе подготовки данных, прежде чем мы сможем с ними что-то полезное сделать, ну, например, для системы обучения. Ну, кстати, в ряде случаев выбор полезных данных или нахождение каких-то, автоматизированных нахождений каких-то схожих данных, отвечающих какому-то критерию, это, кстати, одна из задач машинного обучения, в частности, КАМин с кластеризацией, методы сюда могут хорошо подойти. Ну, в общем, специфика сводит к тому, что необходимо оптимизация этих самых данных. Ну, например, сравнить все записи, найти наилучшую, да, по какому-то необычному критерию, найти, как я уже говорил, похожие записи, та же самая КАМин с кластеризацией, найти какой-то набор признаков, отвечающие условиям. Здесь на помощь придут алгоритмы, в частности, евреатические алгоритмы, а вот просто индексами здесь вы уже не отделаетесь, к сожалению. Собственно, есть моменты, где проседают возможности традиционных, любимых, революционных СУБД. Так что ж такое big data или большие данные, если это все по-русски переводить? Где их хранить? Это же огромный-огромный массив данных. Ну, да, и понятие о том, что такое большие данные, они тоже достаточно быстро растут. Вспомните тот же фильм «Джонни Мнемоник» буквально там лет 15-20 назад, когда в мозг закачивалось 380 мегабайт данных, казалось, что все, пределы исчерпаны. А сейчас мы запросто говорим о терабайтах, это уже никого не удивить. Там петабайты, ну и так далее, и нет им пределов. Соответственно, уже предъявляются повышенным требованиям к системе хранения. Уже была изобретена распределенная система хранения, которая масштабируется фактически без ограничений, то же самое HDFS, хадуповская файловая система. Ну и важные с ней технологии, которые позволяют на таких масштабируемых хранилках оптимизировать задачи по обсчету, по обработке этих данных. Ну, то есть идея сводится к тому, что если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе. Идея больших данных сводится к тому, что огромная лавина информации, мало того, что ее сложно хранить, особенно сложно ее передавать по сети. У вас все сетевое оборудование просто поляжет, да, и никакой пропускной способности не хватит для того, чтобы доставить их с хранилки куда-то, где работает на мега-супер-кластере супер-умное программное обеспечение, которое их обсчитает и выполнит вам готовый результат. Соответственно, приложение по сравнению со всем этим нагромождением данных, оно весит очень мало. Программный код, что там. Поэтому проще, проще взять и экземпляр приложения программного кода, который будет заточен на обработку этих данных, послать и послать на тот кластер, на тот узел кластера, который искомый или целевой блок данных содержит. А если у нас в распределенной среде данные бьются из соображения, опять же, и отказоустойчивость, и повышение производительности, в первую очередь в данном случае, бьются на блоке, и каждый блок данных из большого-большого массива хранится на каком-то своем узле обработки, на дейта-тере на уровне данных. Соответственно, мы можем распараллелить вычислительные возможности по экземпляру приложения, которое с этими данными работает, забросить на каждый узел, который содержит кусок обрабатываемых данных. Соответственно, мы будем не какой-то совокупный объем данных обсчитывать на ограниченном наборе аппаратного обеспечения, а средствами узла, его порцию данных мы обработаем. И нужен некий координатор, который результаты соберет в единый, и выполняет уже компактный результат обсчета над большими данными. Понятно, что он будет компактнее, нежели чем те данные, которые использовались в обсчете, в какой-то там программной логике. И здесь вы можете его либо отобразить, либо распечатать, либо сохранить для дальнейших нужд, да, если он предполагает какую-то структурированность, даже в той же самой СУБД, чтобы уже заточенные под этот отчет, под этот репорт, или под эту структуру данных, приложение, запросы писать. Да, конечно. Скажите, в какой момент мы понимаем, что бигдата – это бигдата? Какой критерий того, что нам нужно? Сейчас как раз дойдем до критерия бигдета, как раз плавно к этому подвожу. Ну, то есть, к вопросу, что такое бигдета, да, и большие данные. Для подобных задач разработано, на самом деле, не одно решение, каким образом на всем этом нагромождении данных. Как бы с хранилкой тут жанра, да, это тот же самый GFS, или эмулирующий этот замечательный интерфейс системы, в том числе облачные хранилки. Это те же самые базы данных, но не обязательно революционные базы данных, да, они могут быть нереационными, да, это могут быть базы данных, которые хранят достаточно большой объем пассивной такой хранилкой информации или копии какой-то информации, которая будет предоставляться уже для задач обработки, для аналитики, для машинного обучения и так далее, не суть важна. Это может быть пражорный SQL Wirehouse хранилка, это может быть база данных, которая абсолютно не SQL-ная, Cosmos DB сейчас, опять же, предоставляет этот проект с платформы Azure, это может быть Teradata, ну, много примеров. Ну, и, собственно, в основном это, наверное, лидер в области, это Apache-овский клуб с его файловой системой HDFS, или, по крайней мере, интерфейсом, который эмулирует эту возможность. Поэтому решения у нас по обработке данных, по аналитике больших данных великое множество. Какое из них использовать, зависит уже от специфики, опять же, конкретной, близкой к вам поставленной задачи. Ну, и типичные задачи и соответствующие средства для решения этих задач, самые-самые такие типовые, с которыми в основном аналитики сталкиваются, рассматриваются, в частности, вот в посвященном данной проблеме курсе от Microsoft. В грядущем курсе буквально там через неделю будет читаться. Это 20776А, проектирование Big Data в облачных службах Microsoft. Но мы еще и дойдем. Итак, по критериям, когда мы понимаем, что это Big Data, то известно, что Big Data принято характеризовать тремя V. Это Volume, Velocity, Volume. Volume – это огромный объем данных, хранящийся и обрабатываемые множеством систем. Это могут быть журналы событий, например, серверные лобби какие-то, журналы безопасности, забираемые со всего вашего технопарка. Это может быть аналитика веб-сайтов, когда какие-то посещения, просмотры рекламы, все это берется. Это могут быть данные, которые поступают с каких-то там систем наблюдения, с датчиков и так далее. Ну, а собственно, те, которые поступают с датчиков, они могут, конечно же, оседать и коллекционироваться в файловой хранилке, а могут еще и обрабатываться на лету. Это так называемая потоковая аналитика. Ее мы тоже затронем, для нее есть отдельные средства. Ну, в общем случае, Volume – это объем данных, который измеряется уже структурами, таким как FITM и бывшим. Variety. Variety говорит о том, что данные, которые мы в огромных объемах накапливаем на своих системах хранения данных, на своих СХД, они не имеют какой-то единообразной схемы, единообразного формата. То есть, к ним нельзя единую схему, как мы это делаем в революционной базе данных, применить. То есть, это могут быть структурированные, это могут быть вообще не структурированные, частично структурированные сами структуры, так называемые данные. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Это фотографии, это различные тексты, простой текст, это файлы экселевские какие-нибудь, это JSON-темплейты или файлы. То есть, самые-самые-самые разные файлы, в которых мы информацию обычно сохраним. Например, это может быть база данных снимков со спутников, полученных, географией, геологией занимаемся. Это может быть база данных, опять же, фотографии номеров машин, перехваченных камерами дорожного наблюдения и так далее. Это могут быть слоги, много чего. И третье V, это огласите, скорость поступления данных, которая, опять же, с различных источников, с различных поставщиков данных прибывает в нашу хранилку и там оседает для дальнейших нужд. Но, опять же, это могут быть различные сенсоры, это могут быть мобильные телефоны, всякие GPS-системы позиционирования. Иногда, на самом деле, можно встретить в литературе и в обзорах, и, в общем, в интернете добавляют еще парочку V, когда у нас уже не три, V, а опять V. В описании Big Data добавляется это Value и Veracity. Значит, ценность этих данных для конечного их потребителя, для аналитика, кто с ними будет в конечном итоге жить всю свою профессиональную деятельность в рамках отдельно данной организации. Veracity, достоверность, насколько они, в общем-то, не фальсифицированы, насколько им можно, вообще говоря, верить в вопросе критичности или в вопросе качественности эксперимента. Ну и, допустим, с хранением данных более-менее уже давно определились. Ну да, можно масштабированные хранилки, те же самые кишечения вроде HDFS использовать, а просто как их обрабатывать. В общем, в случае какого-то такого жесткого определения Big Data нет, на каком-то моменте мы внезапно, наверное, осознаем, что все, некий критичный порог пройден, наши тривиальные, обычные традиционные средства не справляются, и мы начинаем гладить уже как о больших данных. В общем-то, грань, как всегда, она размыта между нормальностью, да, и патологией. Ну, это типичный случай. Собственно, если с хранением более-менее определились, опять же, то же самое, как пример, может быть широко используемой HDFS, файловая система, как обрабатывать. Ну, про обработку я уже говорил, что у вас есть два паттерна обработки, иногда мы их благополучно скрещиваем. И получаем, что получаем, кто знает, когда мы скрестили все эти два варианта, мы получаем монстра под названием лямбда-архитектура. Есть еще облегченная версия, более совершенная кап-архитектура. Ну, кстати, говорю, вот в этом курсе все это в начале, ну, когда все это теоретическое хозяйство обсуждает. Принтер, да, в первом моде. Сначала мы традиционно начинаем плавненько на разогреве. Бигдейта, да, это такая штука замечательная. Архитектура, классно. Она позволяет не утонуть в этих данных и подавать какое-то адекватное решение. Ну, а потом, ну, хорошо поговорили, а теперь закатываем рукава и начинаем пилить свое решение. Ну, на чем решение пилить? Ну, можно, конечно, что-нибудь придумать, но поскольку уровень не филоворчика, а здесь все-таки профессионального аналитика, который подвергается подготовке к очередному стрессу, пойти на экзамен сдать, получить звание, повесить на стену. Замечательно. Ну, на самом деле, на самом деле на практических кейсах вполне реальных, поэтому разработка курса ведется с людьми, которые реально в этой сфере работают. Аналитики, бигдейт инженеры, дейтамейнеры, ну и всякие-всякие такие специалисты, которые берут реальный кейс из тех внедрений, которые у них в памяти. Ну, я самолично таким образом курсы разрабатывал, и свои примеры иногда из практики также привожу, особенно то, что на памяти, ну, это проще, далеко не нужно ходить за примерами. И вот на реальных кейсах обкатываются практические задачи, просто подставляются левые параметры, вымышленные организации, вы с таким же успехом можете использовать для обоих лабо, чем хороши авторизованные курсы, не просто бла-бла, да. А вот технический курс надо отдать должное хорошее тем, что они как рабочие кейс, шпаргалки или чек-листы. Просто подставляете свои параметры, ну, естественно, где-то допилить напильником придется, да, в зависимости от специфики. Ну, в общем-то, это уже как бы есть над чем подумать, не с нуля. Так вот, у вас есть два шаблона, два шаблона обработки данных. Это пакетная и потоковая обработка данных. Ну, здесь такие сравнения большие, да. Ну, когда у вас есть какая-то большая-большая работа. Вы, конечно, можете взять лопату, спотеть и умереть там же, да, не справившись, не дойдя до финиша. Но общий совет для решения комплексных задач, на плане комплексной, весь этот комплекс разбить на составляющие, конвейер, да, в свое время изобретенный фортом. То есть вы разбиваете проблему на более мелкие, удобоваримые с точки зрения обработки и попытаетесь индивидуально каждый из них найти подход, договориться. Ну, этот совет также поменяется, когда вы решаете проблему, основанную на понятии big data. Ну, в общем случае, в общем случае, обработка больших данных использует пакетную обработку, да, при опросе, при запросе данных из огромных хранилищ. В общем, пакетная обработка предполагает, кстати говоря, легко и автоматизировать, выполнение ряда шагов без какого-то внешнего вмешательства. Типичная иллюстрация, наверное, далеко тоже ходить не надо, это SQL-ный запрос к обычной СУБД, да. Запрос вида count, звездочка, да, from y, where, x больше какого-то числа, ну, допустим, 10. Ну, понятно, что запрос состоит из двух шагов, да. Сначала получить записи условия where, где x больше означенного порога, больше 10. А затем их все пересчитать, функция count, звездочка, да. Так что пакет состоит из двух шагов. Метод эффективен для больших наборов данных, где данные постоянные, ну, или быстро, по крайней мере, пока у вас вопрос еще не завершился, не успели поменяться. То есть, если данные будут меняться быстро, с высокой скоростью, velocity, да, из big data, в том времени, когда пакет вернет результат, данные могут быть уже не актуальными, да, а могут уже сто раз ваши свежие данные стать протухшими, устаревшими. Поэтому высокоскоростные данные требуют иного подхода к обработке информации. Ну, собственно, пример вот этого запроса, пример такой жизненной пакетной обработки, а как определить объем воды в водоеме? Ну, а взять ее, выкачать, да, в СССР, ну, и померить фильтраж. Понятно, что в стоячном водоеме вода фиксированного объема. Она вряд ли там поменяется, если там какое-нибудь наводнение не случится за период ее выкачки и измерения. Но если вам необходимо померить объем воды в реке, она все время течет, да, в потоке, здесь уже вы ее не выкачите, она все время изменяется. Вам нужно в единицу узнать, сколько пролетает тон воды, субстанции. Ну, собственно, пример, пример, опять же, потоковый счетчик, какой-то датчик, который позволяет все это дело, расход воды посчитать. Пример, у каждого в туалете такой есть. Пользуются оба, да. Да, да, вот пример, когда вы хотите, когда вы хотите комплексный запрос, который будет использовать в представлении данных исторических, за какой-то период времени привязывать к ним актуальные данные, полученные ли это из потока, чтобы гарантировать их актуальность. Вот мы приходим уже к понятию архитектура. Да, и самым таким старым, историческим, первой сложившейся является лямбда архитектура. Вот с этими замечательными понятиями, которые, ну, если так вот сходу взять, начать изучать, могут заработать. Тут простыми примерами, достаточно простых примеров, простыми словами авторы курса нам все это дело объясняют. Ну, а в общем случае потоков запроса используется с данными с высоким показателем второго V, Velocity, да, которые имеют требования к отчетности в режиме реального времени. Ну, мы можем в случае потоков запроса анализировать данные по прибытии, сохраняя значение запроса в памяти. Да, при запросе результата получаем результаты с памяти, а не запускаем пакетное задание Batch, job, да, для его получения. Ну, собственно, поскольку в реальном режиме времени сбор данных требует обработки огромного объема информации, например, что там прилетает со всяких там датчиков, то крайне важно реализовать эффективную архитектуру обработки, опять же, в реальном. И в целом, опять же, на накопленные данные. Пример. Биржевая аналитика любая. Возьмите биржевой робот, да, игры на бирже. Вы должны и примерно тренд прикинуть, да, и отлавливать, когда он поменяется. А то построите красивые предсказания, а то бах, а тренд поменялся. То есть вы должны еще отслеживать в реальном времени текущее положение дела. Соответственно, важно вам реализовать достаточно эффективную в этом плане архитектуру обработки, которая может позволить себе справиться со скоростью ввода данных, реализовать требуемый анализ, ну и сгенерировать необходимые выходные данные. Поэтому в курсе, опять же, рассматриваются две основные архитектуры для обработки данных в реальном времени, которые представлены на слайде. Лямбда и Каппа. Ну, как я уже говорил, Лямбда, она более исторически первая пришла в жизнь. И как раз она использует обработку для создания точных и полных представлений пакетных данных. То есть мы за основу берем какой-то там пакет и еще на лету ловим. То есть у нас два уровня. Горячий путь прибытия данных, Speed Layer, это когда мы поток анализируем, и на основе накопленных данных пакетный уровень мы используем холодные данные, остывшие данные. Пакетная обработка, вот этот самый холодный путь, холодные данные, она всегда, естественно, отстает от потока реального времени, поскольку на выходе данные сто раз могут поменяться. Поэтому припрягается еще один уровень, быстрый уровень, который отвечает за как раз обработку потока. И в дополнение к пакетной обработке Лямбда как раз обеспечивает одновременное представление данных в близком к реальному времени, по сути, в онлайне. Но здесь сложность основная – это обеспечить точность, проанализировать на лету тучу данных. Поэтому здесь мы жертвуем в некоторой степени точностью. Но, по крайней мере, получаем результат немедленно. И все вот эти процессы, на самом деле два процесса, они реализуются через три уровня. Собственно, пакетный слой, говорит само за себя, Batch Layer. Это операция, он отвечает за операцией пакетной обработки, ранее освещенный уровень, скоростной, быстрый уровень, Speed Layer. Ну, собственно, он хранит выходные, вернее, он делает обработку потока данных, жертвуя точностью. Ну, и, соответственно, перед тем, как мы получим какое-то законченное представление, данные попадают во сервисный слой, сервисный, сервинг-леер. Этот уровень обслуживания, или сервисный слой, он хранит выходные данные как пакетного, так и потокового слоев. Не совсем картинка, наверное, корректна, потому что он собирает данные выходные с двух слоев. А затем позволяет обслужить так называемые нерегламентированные, что называется, спонтанные, ad-hoc запросы, предоставляя предварительное вычисленное представление, или view, вьюхе данных. Ну, и, соответственно, создавая поиски представления, если в запросе такое указано, в зависимости от запроса. Но, опять же, основная проблема, можно увидеть уже из картинки, в том, что необходимо поддерживать некую согласованность между логикой обработки двух путей, горячего и холодного соответственно. Поэтому, если у вас вдруг возникнут изменения потребностей, требований к анализу, то вам оба набора кода, отвечающие и за реализацию speed-леера, и за реализацию batch-леера, нужно переписывать, перестраивать. Соответственно, иначе согласованности вам не добиться. Есть еще второе соображение, второй момент в том, что после того, как вы захватили данные, обработанные данные уже будут неизменны, или не могут быть изменны, то есть назад вы их не засунете. Вы их можете куда-то еще, там, в инстанции, дальше передавать в какие-то хранилки. Поэтому изменения в модели, такие как сбор более широкого диапазона данных, или подключение новых датчиков, новых устройств захвата данных к сетке, соответственно, затруднят вам, может создать какие-то долгоиграющие, долгосрочные сравнения с историческими данными, с batch-леера, с big data. Далее, немножко почесав голову, разработчики пришли к некому упрощению лямбды, к каппу архитектуры. Ну, если коротко, то каппу по сути свает упрощенная лямбда, из которой функции пакетной обработки взяли и выкинули. Данные хранятся в неком неизменяемом логе журнале, доступном только для добавления кистек. Эта база данных, база журналов, может быть реализована, например, чем-то вроде апачевской кавки, диспетчер потоков. Из этой хранилки информация, информация затем может передаваться через учислительные системы для построения необходимого анализа. Что у нас с кавкой дружит? Из кавки потребляет, как из диспетчера потоков кавку, можно скормить там с разных источников данных эти данные, запилить какой-то топик темам и скормить системе потребления данных аналитики, какой-нибудь Apache Storm или Apache Spark, или сейчас, ныне. Дальнейшее развитие Spark — это Databricks, тоже апачевский. На самом деле разработчики, которые трудились над Spark, сосредоточили свои усилия теперь над Databricks, уклонов больше, параллелизация данных больше производительных. Может быть, просто потоки кавки, которые в дальнейшем кем-то еще потребляются. Совокупно мы с вами получаем пару основных преимуществ. Ну, раз мы выкинули функцию пакетной обработки специфичной для ламды, значит, капа требует обслуживания только одного набора кода. Если что-то поменялось, переписывать нам меньше, потеть меньше 100. Собственно, миграция и всякого рода реорганизация упрощается, поскольку вы просто повторно перезаливаете базу данных из одного и того же хранилища. Ну и вот этот самый сервисный слой, в случае капа, по сути, представляет из себя оптимизированные ответы на запросы. В сути, эти наборы данных, они что-то вроде кэша. Их можно просто стереть и восстановить из исходных данных. То есть у вас что-то вроде кэшированных данных на уровне сервиса. Это что касается концепции. Ну и в частности в этом курсе, да, и, соответственно, технологии, которые в Азуре реализуют, в Азуре взять всякие там конкурентные, то же самое Amazon, что нам предлагают. Ну, в общем случае, все крутится вокруг этих двух архитектур в той или иной мере. В зависимости от того приложения, которое для вас кто-то написал или которое вы разработали. В общем случае, компоненты Azure, которые нам предлагаются. Ну, кстати, многие компоненты Azure сейчас, тенденция-то идет на интеграцию с опенсорсными проектами. Поэтому большинство, на самом деле, технологий, которые предоставляются с облака, в качестве преимущества, в качестве преимущества предоставляют вам неограниченные возможности по масштабированию. Ну, как, они ограничены вашим бюджетом, на самом деле, да, и теми пакетами, которые на данный момент доступны с того региона, где вы их потребляете. Идея, почему облака, да, почему облака оказалась... Ну, в облаке, например, вся аналитика, вся аналитика, это в облаке, мы говорим, что это больше представлено, чем в кластере HD-insight. HD-insight, да, Hadoop внутри напрашивается в сравнении, отсылка такая. И когда вы развертываете в облаке кластер аналитический HD-insight, это может быть региальный Hadoop, это может быть Storm, это может быть в основном Spark для аналитики, это может быть Kafka, та же самая. У вас развертывается, на самом деле, виртуальная машина. Ну, точнее сказать, контейнеризованные приложения на базе Linux. И сборки, сборки берут не откуда-нибудь, а сборки предоставляют. Но вы можете взять Linux, сами собрать, да, но вы, скорее всего, наверхнетесь к концу проблем отладки. Поэтому, конечно, проще готовы коробочное решение получить, пусть даже на open source-ном каком-то сорте. Поэтому в свое время Microsoft, инициатором масса партнерских отношений, задействовал в сборке Hortonworks. Поэтому на сайт Hortonworks, заходим и берем эту же самую сборку у себя на свою локальную машину. Ну, пока она не умрет, под отгрузкой мы можем играть. Да, поиграть хватит. Очень серьезно, запилить. Ну, конечно же, вам, наверное, нужна не одна машина, а какой-нибудь Blade Server. Blade, наше си. Да, там, стучи процессоров, хорошие хранилки. Ну, все это понятно. Поэтому вы упрётесь во что? Вы упрётесь во капекс. Капитальные затраты, задача, не то что задача, так как предложение облака, облачных провайдеров вообще, и в частности Microsoft Azure, это перевести капекс в опекса. Соответственно, капитальные затраты в оперативные, операционные затраты. То есть вы говорите, мне вот это мало, даёте больше денег, кредитки вам списываются, и переходите на другой план, и, соответственно, получаете в мгновение, по щелчку в мгновение окон, больше ресурсов. То есть вы масштабируетесь, пока не упрёте бюджетирование, или в тех сервисах, в тех объёмах, которые вам предоставляют в рамках подписки, или в рамках того региона, где вы развертываете свои решения. Ну, практически неограниченно. Идея крайне проста. Когда у вас нет денег сразу взять и отстроить свой дата-центр, вы можете его арендовать и заплатить только за выработанный ресурс. Ну, единственное предупреждение, грамоту нужно читать. Не просто только одну задачу, а всё связано, накладные расходы. Там тоже какие-то затраты, естественно, возникнут. Ну, тоже вопрос о планировании бюджета. В зависимости от задачи у вас там что может быть? У вас может быть аналитика потоковая или там непотоковая на статичных данных, на изменяющихся данных. У вас может быть машинное обучение для поставления каких-то алгоритмов прогноза или там выявления закономерностей. Или распознавание образов, что угодно. Соответственно, для этих целей вы берете и соответствующее собственное решение приобретаете, развертываете, пишете сами. Создаете на основе опенсорсных исходников, неважно. Ну, в частности, все эти решения, самые такие, наверное, популярные, они, естественно, берутся и предоставляются. То, что никому не нужно, естественно, провайдер не будет тратить свои средства, свои ресурсы, предоставлять. Поэтому, естественно, предлагаются самые актуальные вещи. Здесь, бесспорно, у вас альтернативы только на своем итоге это все реализуют. Ну, что в Azure, что у нас используют в своей основе подходы, ранее мною упомянутые. Это Лянду и Капу. Вокруг этих архитектур крутится вся потоковая аналитика. Azure Stream Analytics. Это сервис, который предоставляется с облаком и позволяет масштабироваться в зависимости от вашего бюджета. Machine Learning. Есть Machine Learning Studio, кстати, говорит, бесплатная версия. Там вы можете все, чего угодно делать, но вы лимитированы объемом хранилища, куда вы загружаете свои данные. Поэтому по-настоящему Big Data вы туда не забросите. Но какой-то дейтасет тренировочный вполне можно запихать. И вы можете там готовые, типовые для машинного обучения алгоритмы задействовать для построения своих моделей. Можете воспользоваться ARM, поддержка Python, она, как я помню, расширяется. Вы тоже можете подпрячивать, можете какие-то нарисовать. Единственное еще второе отличие от платной версии вот этого Machine Learning Studio. В платной версии вы можете все свои построенные из шаблонов модели, там не строчки, коды не написав, просто набросав на полотно, подключив соответствующие поставщики данные, вы получаете некое веб-приложение, для которого вам предоставляется ARM. И поэтому ARM вы можете встроить свое приложение. То есть вы пишете свое приложение, свой клиент, который предоставляет форму выбора поставщика данных или ввода данных, и позволяет вам выполнить какую-то задачу. Вы подставляете параметры, и у вас есть кнопка «Показать результат» или «Сыхаем результат». То есть вы можете встроить свое приложение. В некоммерческой версии, понятное дело, этого нет. Вы видите, все там же, на своем портале. На крайней мере, поиграться можно. Где данные хранятся? Откуда то же самое Machine Learning их берет? Откуда всякие ваши виртуализированные СУБД? И СУБД, которые... И не СУБД, и сервисы, которые обсчитывают данные? И схранил их берут. Ну, в общем случае, для неструктурированных данных используется хранилище Storage Account, и там есть сервис Blob. Blob, который, как binary large objects, может сохранить различного рода данные. В частности, неструктурированные. Чем хорош? Тем, что он, в общем-то, при определенном плане приобретения предоставляет, соответственно, и отказоустойчивость. За счет распределения и дублирования данных. Но в большем масштабе, конечно же, для действительно больших данных, вам предоставляют такие системы хранения, как Azure Data Lake Storage. Data Lake Storage, или озеро данных, как из названия видно. Это та самая штука, которая подобна файловой системе HDFS. Столько говоря, приложение ее и воспринимает, как HDFS. Ну, а в чем прикол? Прикол в следующем. Что у вас основная трата, у вас все подписки, это PayAstestGo. Плати за то, что выработала фамилия в выработке. Выработка самая такая тяжелая, с точки зрения кладых расходов, это аналитика, это вычислительная активность. Вычислительная активность – это кластер, то же самое Apache Spark, например, на базе Adupo. В классическом варианте у вас приложение, которое описано под Spark, экземпляр, выставляется на узел Data Tira, грубо говоря, на тот компьютер, на котором от левых данных для обработки положения находится. Таким образом, сама по себе файловая система HDFS предполагает распределенную хранилку. У вас большой блок данных, big data, бьются на куски и равномерно раскидываются по нескольким узлам. По узлам хранения. Есть некий индекс, который координирует, где у нас еще лежит, и координатор, то же самое, с партой, там, Hadoop MapReduce, что он делает? Он ваше приложение, экземпляры, раскидывает, доставляя локально на те узлы, которые хранят данные. Там производят обработку и собирают вруклевый, там, готовый результат. Технически у вас это все существует. Экземпляры логики, экземпляры хранения данных на каждом из узлов кластера. Прикиньте, если так же было бы в виде, скажем, виртуальных машинокартонеров в ажуре. Вы кластер подняли, он ничего не делает, но он мотает вычислительные ресурсы, вы платите деньги. У вас там часов за 6 тысяч 30, так запросто могут уйти с вашего счета рублей. Может больше, может меньше, в зависимости, что делать. Или ничего не делается. Поэтому идея такая, что в облаке, в облаке, а уровень данных и уровень логики, они разделены. То есть вы можете убить, пристроить уровень логики без ущерба, без повреждения данных. И, собственно, DataLX Storage позволяет предоставлять интерфейс HDFS для кластеров на базе Hadoop, того же Spark, его приложений, для доступа к обрабатываемым данным. Сами данные, накладные расходы не такие большие. Но хранятся они, хранятся там, ничего не происходит. А вот кластер поднять просто, мало того, что он сколько-то поднимается, и шаблон его автоматизировать можно поднять. Кластер сразу начинает жрать деньги. Поэтому вы, когда у вас возникает задача проанализировать, провести данные, вы поднимаете кластер, получаете результат, убиваете кластер. Все, с этого момента остановлены затраты на аналитику, на самое-самое, с точки зрения бюджета на стоящие мероприятия. При этом данные не пострадали. Базовые данные исходные никуда не убили, никуда не делали, они отдельно хранятся. Результат у вас где-то сохранился, по мере необходимости. А кластер вы можете, когда вам опять понадобится обсчитать что-то, опять же шаблоны поднять, ручками поднять. Все это в JSON-оском файле можно легко прописать или сохранить. Вот такая штука. То есть Data Lake Storage предоставляет неструктурированное хранилище для Big Data, которое обычно связано с вариантами использования, включенными в архитектуру Lambda и Kappa. И интегрируется с широким спектром высокопроизволительных аналитических механизмов. То есть со всеми G-инсайтами. Есть еще такая штука, в прошлом году я упоминал, как SQL Data Warehouse. Больше подходит для хранения структурированных или обработанных данных с некой предварительно настроенной схемой. Однако здесь прикол в более либеральном ограничении. В отсутствии ограничения на 4 терабета для базы данных Azure SQL. Ну и хранилище данных SQL это корпоративная хранилка, которая использует возможности массовой параллельной обработки для быстрого выполнения достаточно сложных запросов к пета-байтам данных. Импортировать туда данные можно каким образом. Понятно, что они могут туда поступать с каких-то источников данных и разрастаться в объеме. Вы можете импортировать большие данные туда. Например, если они из SQL, то с помощью запросов типа Polybase, можно использовать Data Fabric, которая по сути оркестратор для перемещения данных. Откуда-то куда-то. Ну, собственно, для хранения структурированных данных в Azure вам предоставляется возможность больших традиционных баз данных. Это опять же, сервер на виртуальной машине. Это база данных SQL, но не хранилка ограничена в премиальном режиме 4 терабайтами. А вот хранилище данных SQL, Data Warehouse, позволяет хранить размер в диапазоне 10 терабайт порядка. Ну, собственно, на всем этом хозяйстве у нас работает с вами реализована Data Lake Analytics. Аналитика над озером данных, над облачной хранилкой. Она предоставляет дополнительные возможности, которые выходят за рамки структурированного хранилища данных. Ну, например, она позволяет вам новомодный USQL. Еще один SQL, который вообще изобретает. Бедный SQL, ансистный уже, наверное, тяжело. Ну, на самом деле, USQL это некая химера, некий гибрид SQL с C-Sharp. То есть комбинируется у вас C-Sharp и SQL для создания более мощных запросов. Проще говоря, то, что они дают SQL, вы можете расширить на C-Sharp. Ну, и позволяет реализовать управление структурированными файлами, такими как изображения, всякие там XML, JSON-овские форматы. И позволяет, благодаря вот этому USQL, реализовать федеративные запросы. То есть возможность запросить данные по месту жительства, оттуда, где они находятся. Например, собирать структурированные данные из базы данных, а не структурированные из озера данных. И какой-то совокупный результат, совокупный запрос. Ну, на слайде пример запроса твитов, да, из CSV-файлов. И как раз такой синтаксис взят с docs Microsoft.com. На MSD тоже картинка есть. Как оно работает? Задание. Ну, здесь, опять же, похоже на та же идеология, что у Hadoop. MapReduce, да, и, соответственно, вторая версия Hadoop появилась для координации, для выделения ресурсов. То есть вот эта штука, код USQL, он определяет единицу, юн, который известен как задание. Прочнее говоря, вы задачу, job, задание прописываете на языке USQL. Некий декларативный язык, да, который ширяет диалект транзакта SQL в сторону возможностей C-Sharper. Описание задания, соответственно, делается на USQL. Data Lake Analytics парсит его, чтобы убедиться в синтактической корректности, и компилирует во внутреннее представление некой in-memory. Затем это внутреннее представление разбивает на этапы выполнения. Для парализации, да, для повышения эффективности. На каждом этапе, опять же, к ранее упомянутой архитектуре возвращаемся, выполняется задача, ну, например, извлечение данных из указанного в запросе источника, партиционирование, секционирование данных, обработка по секциям, агрегирование результатов в секции, да, а затем объединение результатов из всех этих партиций или секций данных. Ну, в общем, секционирование традиционно используется для улучшения распараллеливания запросов, да, обработки данных. И обработка данных для разных секций, выполнена на разных вычислительных узлах. То есть мы не только параллельные, мы еще и распределенные вычисления вовлекаем сюда. Это параллельные и распределенные. Ну и данные для каждой секции совокупно определяются компилятором USQL, в соответствии с тем, как задание извлекается, да, и какие данные обрабатывают. Вот в терминах Data Lake Analytic задачи, которые выполняются параллельно на каждом этапе, называются вертексами или вершинами. Каждая вершина, каждое задание управляется и планируется с помощью распределенного компонента, называемого YARN, да, еще один согласователь ресурсов. Это Never Resource Negotiator. Это тот самый компонент, который мы знаем по Hadoop, который там использовался во втором Hadoop. Вот YARN как раз берет на себя ответственность за передачу задач, доступную вычислительным ресурсам и за извлечение результатов из этих ресурсов. Значит, в системе отделить обязанности просто платформы по управлению ресурсами от компонентов, отвечающих за аналитическую обработку. Ну и тем самым и Microsoft может изменить или заменить компонент управления в любое время, не затрагивая существующие задания. Смотрите, у вас хранилка остается не затронутой, когда логика в аналитике меняется, и задания не затронутыми. А у вас там может Hadoop или еще что-нибудь из вариаций на тему заменяться. В таком подходе. Ну, в общем случае, вычислить ресурсы под выполнение ваших USQL вершин или задания, они выделяются в виде аналитических единиц, так называемых. Каждая аналитическая единица – это, по сути, мощность двух ядер CPU процессоров и 6 гигов оператива. Чем больше этих единиц выделено для задания, тем, соответственно, выше степень параллелизма. И быстродействие, естественно, выше. Ну, в общем случае, как тут у этого слайда видно, Azure представляет, в частности, да, множество функций, средств и служб традиционных, которые нужны для создания решения по обработке big data, вне зависимости от используемой архитектуры. И одной из ключевых частей этого списка является потоковая аналитика, да, когда мы чисто какой-то поток показателей с биржи, да, с показателей с датчиков хотим проанализировать. Поэтому пару слов, наверное, еще скажу. Ну, в общем, Stream Analytics, она выполняет аналитику в реальном времени на основе потокового данных, которые от устройств, от приложений, всяких там термодатчиков может поступать, например, в режиме, близком к реальному, к реальному времени. И Azure Stream Analytics подключается к трем источникам. Это InternetVisca, это Blob Storage и это Event Hub, Hub событий Azure. Получение потоков данных форматов, которых она получает, это может быть JSON, CSV, Avro поддерживается. Также, также может собрать события, также может для записи результатов, для выхода, для сохранения использовать и Event Hub, и Blob Storage, и SQL-базу данных, и Cosmos DB, и даже Power BI. Все это вполне доступно. Вот таким образом. Ну, а более подробно от каждого из упомянутых здесь компонентов и их возможностях, главное, на реальных примерах реализации можно, как я уже говорю, знать из курса, который готовят вот к этим программам сертификации, если интересно, да. И в общем случае курс звучит таким вот образом. Performing Big Data Engineering on Microsoft Cloud Services, да, как и название вебинара. По сути, проектирование, связанных с обработкой Big Data на облачных сервисах от Microsoft. Приходите к нам 25 февраля. Главное будет возможность не столько потеортизировать, это первая модуль только. Ну, по сути, то, что я здесь рассказал, может быть, чуть пошире, да, с примерами. Но главное, что мы потренируемся в написаниях на USQL, мы потренируемся на подписке, нам дадут подписку опробную Azure Plus стоимостью 100 долларов, 6300 рублей, по-моему, по курсу, ее хватает на месяц. Главное, чтобы у вас любой Microsoft Live ID был свободен, на котором ни одной подписки не висит, ну, по крайней мере, активных подписок нет. И вам код дадут бесплатно, месяц, можете, главное, что-то в облаке, вы можете, и сколько у нас, 5 дней курс, а потом вы можете, ну, по моим, по моей практике, этой подписки хватает мне прочитать, как тренеру, там, ну, в пределах месяца. Да, соответственно, если вовлина выключать, останавливать все ресурсы. И вам тоже до конца месяца вполне, скажем, все, хватит. И не все выработают эти. Так что, приходите. Ну, естественно, мы все вот эти вещи, о которых я говорю, потренируемся, посмотрим, как разберем теклажуре, я покажу, да. Материалы все время обновляются, то есть я в Github это все заберу, покажу, предоставлю. Материалы у вас тоже будут, книжка и, главное, практические примеры, которые потом можете обкатывать сколько угодно. Ну, на этом не буду задерживать, не смею задерживать. Если вопросы появятся, можно меня найти в личке, по возможности стараюсь оперативно отвечать, но по мере того, как разбираю почту. Ну, а всем спасибо за внимание и хорошего вечера. Вам спасибо.